Девушки отдыхают Леонид, по вам хоть куранты сверяй. Здрасте. Ну, проходите. Да, спасибо, спасибо. Нина Семеновна? Я дома одна. Нина? Мне. Раздевайся. Ну что, 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 что? Давай, 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 я помогу, я помогу уже. Леня, спасибо тебе. Леня, ты спас меня. Нет, не меня спас, ты ее спас. Подожди, не возражай. И, понимаешь, ты выпустил это просто из клетки на сцену. И если хоть один человек в Питере ей похлопает, извини, Леня, я реалистка. Я реалистка. Эти аплодисменты. Я ее тебе. Тебе. Для вас сегодня на сцене несравненная любовь Стрельцова. Любовь Стрельцова. А цветы это вам. Тебе. Тебе. Я поняла. Да. Не дура. Пойдем. Ну, проходи. А. После вас. Тебя. Ай. Тебе. Продолжение следует... Ну, наливай, наливай. Да. Наливай. Вот. Выпьем за твой подвиг. Спасибо. Ой, да, тебе. Нет. Да, мы... Нам. Спасибо. Я представляю, как непросто было устроить ей гастроли. Спасибо. Ну, вообще-то, Любовь Дмитриевна не такая уж безызвестная актриса. Надштаба был на ее спектаклях. Да и я... Леонид, не портите себе впечатление. Каюсь. Каюсь. Обворожительную и замечательную смотрел раз сорок. Двадцать. Ну, этому есть объяснение. Какое? Дальний гарнизон. Всего две картины. Это и про Джуль Барса. А что, Джуль Барса променяли на это? Ну... Да как... Да что вы... Нет. Как это вам... Леонид, не расстраивайте меня. Нет. Не буду кривить душой. Все наши офицеры считают Любовь Дмитриевна очень талантливой. Кого? Кого талантливой? Кого? Вот эту вот? Ну... Вот эта талантливая? Это вот эта вот... Нет. А Матери Божья! А мой электрокамин? Ну... Где? Где? В Караганде! Это я показываю, как она собиралась на гастроли. Нина Семеновна, в вас умерла великая актриса. Во мне братская могила великих людей. Предлагаю за это. Не чокаясь. Не чокаясь. Хорошо. Ах ты чего? Чокаясь. 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 Прости. Прости, Нина. Что там? Без чертей нельзя. Так, снимайте штаны. Зачем? Снимайте. Ну, Нина. Снимайте, сказала. Ох ты. Никогда не думала, что я скажу эти слова мужчине еще раз. Да ладно, застираем. Ах, ну и водок у вас. Да. Кому-то одевались по тревоге, а ее отменили. Да. Нина, а можно мне штаны побыстрее? Потому что у меня такое ощущение, что я как без штанов. Да? Да. А мне каково? Каково? В доме раздетый мужчина. Ну. Что обо мне подумают? Кто? Да ладно, вольно. Я же сказала, в доме никого. Не было. А? Нина. Леня. Нина. Леня. 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 Слушай, я. Нина. Лена. 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 Нина Семеновна. Давай. Я здесь. Боже мой. Я на две минуты бумаги забыла. Да. А для кого стол накрыт? Вот-то разве накрыт вот так чайку собралась попить? Чайку? Да. А с кем? Вот с мамой твоей. Она же никогда не предупредит, что когда она вернется, она же ее так вот врасплох застать, чтобы я нервничала, а? Чтобы... А я ей вот так вот хребней. А что, она так быстро собирается вернуться? Я не поняла, ты с радостью или с сожалением об этом говоришь, а? Кто больше всех хотел, чтобы одна из нас быть? Слушай, а что у вас варенье-то разное там? А что ты, что ты трезвонишь, когда у тебя ключи есть? У меня же нервы вот, вешник черт. Ну, я думала, может, вы не одна. Что? Съешь пирожок. Просто съешь пирожок. Если понравится, я принесу тебе сережку-лакошку. А? Да. Ну, что ты смотришь на меня? Ну, что ты смотришь на меня, как волк на красную шапочку, а? Я помню про конспирацию. Давай. Ну, съешь пирожок же, а? Ну, съешь маленький пирожок. Варь, Варь, Варь! Варь, запачкала же все. Запачкала. Я буду ничего снимать. Снимай, снимай, снимай. Я застираю ничего. Я сама. Я все сама. Я сама. Все. Вот так, вот так. Инга, документы. Ну, где ты там? Копается, копается. А, Нина Семеновна, вы дома еще долго будете? Да. Это я за детьми попозже пойду. Ну, прекрасно. А то я стиральную машину поставила. Выньте блюдо, пожалуйста. Да. Да. Ну, все, счастливо. Да. Я, конечно, приветствую стабильность в работе компании. Но когда от нас стабильно уводят наших клиентов, меня это напрягает. Что у нас с контрактом Инга Олеговна? Проект на стадии технического обоснования и параллельно ищем инвесторов. Можете уже и не искать. Конкуренты уже вышли на рынок с готовым предложением. А с опять опередили. Ну, я думаю, проект придется закрыть. Такое ощущение, что кто-то наших клиентов вводит за ручку. И вот об этом я с вами лично с каждым хотел бы поговорить. А пока все свободны. А вас, Муфин, я попросил бы остаться. Может быть, остановим процесс? А толку? Оно все равно мокрое. Не могу же я все время ходить в фартуке. Нина. Зря. Мечтали бы женщины почаще видеть мужчину в фартуке. Так. Есть другой вариант. Правда, я сомневаюсь, что он тебе понравится. А так... Ну, что ты застыл? Давай. Давай, 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 давай. Да, подожди. У меня выполнен к тебе просьбу. Контора у нас молодая, сотрудников много новых. Ты бы не мог краем глаза за ними понаблюдать. Так я ведь сам новый. Ну, я к тебе отношусь и доверяю, как к старому. Вот, например, Евгения, уборщица. Ты бы понаблюдал за ней. Это удобно. Это еще и приятно. Так что иди и, как говорят, совмещай приятное с полезным. Понаблюдать за Мухиным? Вообще-то я не умею шпионить. Евгения, я же не прошу вас шпионить. Ну, в общем, у нас сотрудник новый. И мне хочется знать о нем больше, Жене. После совместного мытья полов. Ну, перед кем же ему раскрываться, как не перед вами? Худенький у вас сын? Вот уж не думала. Единственное, что налезло из его гардероба. Я ведь. Вы выглядите прекрасно. Да, вид, прямо скажем, не боевой. Смешно выгляжу, да? Наоборот, серьезно. Ну, это если не смотреть на штаны. Прикройтесь столом, пожалуйста. Можно мне прикрыться чем-нибудь не из мебели? Леонид, вы же только что из кладовки. Да. Там такое количество старых вещей. Армию экипировать можно. Ну, Ниночка, там темно. Ха! Пойдемте, мой дорогой. Пойдемте, я покажу вам, где включается свет. Опять в чулан. Да вы что, Катя? Да я ее сто лет знаю. Ну, вот и. Чем дольше знаешь человека, тем быстрее я лечу найти какие-то новые привычки и контакты. Ну, вы мне поможете? Конечно, помогу. Ну, если честно, Юля недавно записалась на индийские танцы. А вы считаете, что это как-то подозрительно? Нет. Нет, ну, конечно, это очень красиво. Там лежание рук, ног, живота. Но с другой стороны. Очень странно. Ниночка, пожалуйста, ну, успокойся. Ну, не плачь. Ну, не хочешь, и не надо. Илюша, ты все понял. Я понял. Ты точно все понял. Я точно понял. Ну, что ж, теперь у нас в компании все будут следить друг за другом. Но для чего? Что мы будем иметь в итоге? Мы получим атмосферу здоровой, нервозности. И, честно говоря, я не хочу, чтобы конкуренты знали о наших планах. Кстати, в Северной Корее все друг за другом следят. Ну, и в мире не знают, даже чем они там занимаются. Ну, тогда это прекрасные планы. Кстати, а кто за мной будет шпионить? Не сходите, то я. Вот. А вот эту шубку я лично подарила Инге. Попробуйте, какой мех. О, собака. Это на ощупь собака. А на вид натуральная рысь. Рысь? А-а-а. Ух ты. Нина, ищи штаны. А я что делаю? Ну, я. Вот раньше рыси были, а. Рысь-то, крысь, ты понимаешь? А сейчас что? Ну, что это? А я же ее подкрасить. Цены нет. Сносить не сносить. Понимаешь? Да что ж такое? Хорошо, я дверь на щеколку закрыла. Кто это? Леня! Это внуки! 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 Иди сюда. Ма, внуки! Я, я, я. Я, я, я. Я, я, я. Я, я, я. Как я объясню, внуков, в какую игру мы играем? Макши. Что? Почему так рано? Раньше отпустили. Где мой телескоп? Сколько раз мама говорила, его место в кладовке. Тогда встань ее. Нет, никаких кладовок. Идите, мойте руки. Да. Сейчас телескоп достану и помою. Ты что, не слышал? Какой телескоп? Иди, вымы руки. С улицы же пришли. Я без телескопа вижу, что там полно микробов. Покажи руки. Ты че? Ты посмотри. Кишат! Иди сюда. Ва, ты чего? Идем в миску сада. Давай. А к тебе? Веселей. С мылом. Я слежу. Ой! А ты что здесь делаешь? Я его целую неделю ищу. А? В кладовку спрятался. Денис, тащите леску. Людя! Людя! Людечка! Людя! Я здесь. Лёня! Лёня! Баб! Пусти! Миски-пусти! Что? Баб! Ну скажи ему! Что? Что? Мы здесь будем смотреть. Я чего-нибудь здесь смотреть? Идите, давайте, уроки учите, идите. Да, мы сегодня на празднике библиотеки вот такую кучу шаров запускали. Она достала уже, хочешь посмотреть, куда эти шарики улетели? А я ей говорю, их видно не будет. А вдруг будет? Так, не будет. Давайте-ка вы, идите, лучше бы книжки читали на этом вашем празднике библиотеки. Куда ты меня ведешь? В библиотеку. Так, Север. Ба, шары улетят. Уже улетели, правда, баба Нина? Ах так, тогда я скажу папе Нине, чтобы она проверила твой дневник. Спасибо, уже сказала. А руки она так и не помыла. Так, вот, книги микробов не боятся. А ты достать дневник, приду, проверю. Ля-ня. 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 Ой, ой. Ля-ня. Ой. Ой. Я мешаю пройти? Нет. Не прекращай мыть пол. Ты пришел следить за моей работой? Да. То есть нет. Ну, в общем, я здесь, потому что это такая форма протеста. Против чего? Жень, ты, в общем, мне помогла кое-чем. Ну, как кое-чем? Помнишь ту историю с фотографиями? Давно забыла и тебе советую. Жень, шеф просит меня следить за тобой, а я из-за угла, я не могу. Вот как? А мне попросили следить за тобой. Правда? Мне тоже противно. Что будем делать? Не знаю. Ну, может, чтоб не мучиться, будем рассказывать друг другу, где был, чем занимался. Согласна. Записывай. 14.15. Объект наблюдения моет полы в коридоре. Через два часа тебя жду в офисной кафешке. Зачем? Как зачем? Я тебе буду рассказывать, чем я занималась весь день, а ты мне. Соломка посреди стола, явка провалена. Ампула с ядом в эклере. Я домашку по математике давно забыл? Замечание написали и два балла влепили. Ну, я потом все-все исправлю. Вот. Есть вещи, Денис, которые невозможно исправить. Да исправлю, исправлю. Если бы Алиса про дневник не сказала, никто бы не узнал. А если бы ты мне с телескопом помог, я бы никому не сказала. Геонид! Геонид! О, нет нигде. Господи, может, в сторону ветра внесло. Геонид! Где? Ай, это, это... Генерала здесь не видели? Какого генерала? Ну что, не знаете, как генерал выглядит? Фуражка, какие-то шорты. Ах, хотя он, может быть, фуражка снесла, он без фуражки был. О, что? О, гляди, резьбу не сорви! Крутит он, вертит! Сам такой! Леня! 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 Сереж, я хочу, чтобы ты понял меня правильно. Инга, я знаю предмет твоего разговора. У меня нет никакого желания разговаривать на эту тему. Эту тему я могу обсудить только с тобой, потому что я знаю больше, чем остальные. Ты хочешь спросить меня, не я ли шпион в офисе? Господи, это спрашивает меня моя жена! Не ори ты! Твоя жена знает больше остальных и знает, что тебя уже пытались завербовать однажды. Пытались, да обломались. А прятки под столом у шефа? Западку катилась. А таинственная уборка? Последняя тебя интересует больше всего. Субтитры сделал DimaTorzok Дверь открыта была, я и вошел. Ну и, ежели надо, мне только тикель накинут. Штаны есть. Сейчас! Ну, а ты ведь? Потом поговорю. Ну, ответь, раз тебе девушка звонит, а я заодно послушаю. Отвечай, Мухин! Инна, я знаю твое настроение. Это обычный звонок колене по работе. Да, слушаю. Долго еще тебя Стрельцова будет муружить? Откуда ты знаешь? По-моему, о камере в коридоре знают все. Ладно, заканчиваю. Я тебя жду в кафе. Ну и что это за встреча? В кафе. Мы договорились обменяться информацией. Да что ты на меня так смотришь? Шеф поручил нам следить друг за другом. Мухин, ты нормальный. Все, что поручил шеф, это игра, не более того. Но он нам об этом ничего не говорил. А ты Ират. Штирлиц. Ирадистка Кэт. Из Кембриджа. СМС? От нее? СМС от нее? Я не знаю. А, я сейчас посмотрю и узнаю. Что? Хорошо. Сереж, На твой счет зачислено 9320 рублей. Ну-ка, дай посмотреть. Приказ на зарплату я не подписывала. Откуда эти деньги? Гонорар. За шпионскую деятельность. Сереженька, Откуда эти деньги? Держи, пехота. Презент от Черноморского флота. Спасибо, морячок. А откуда у тебя генеральские штаны? Было дело под сусимой. Дежурство боевое несли. Дачу генеральскую охраняли со стороны моря. А у генерала того вечеринка была. Ну, вот эти штаны поутру со стороны кормы и перебил. А я их багромые на борт. Скажи, а это случайно не под пиццундой было? А вы случайно не из органов? Я из той компании, которая на даче гуляла. Так это твои штаны, что ли? Да нет, я тогда полковником был. А штаны эти командующего бригадой ракет стратегического назначения. А в штанах тех ключ был. От пусковой установки. Так я из того ключа такую открывашку сделал? Так вот из-за твоей открывашки генерал на пенсию попал. Не специально. Так чего? За встречу, Зюма. Наливай, а то уйду. Обязательно. Да, спасибо, но я не ждал перечисления денег. Спасибо. Они говорят, что деньги отправлены в терминал. Установить, кто отправил, не могут. Но, возможно, деньги отправили по ошибке. Такое бывает. И если вам поступит соответствующее заявление, то платеж вернут. Ну, ты кому лекцию читаешь? Извини, я забыл, что ты финансист-аналитик. Да при чем здесь аналитик? Не нужно быть аналитиком, чтобы проследить связь. Между тем, что у нас увели партнеров, и тебе перечислили на счет 9 тысяч рублей. 300 долларов гонорара. Что-то дешевый шпиончик получается. А ты знаешь, история знает уже. Случай, когда денег было в 10 раз меньше, и валюта была серебряная. Нинга, может быть, я не святой. И надо было выгнать за дверь нашу уборщицу. Но вот эти аналогии, это перебор. Ах, перебор. Да. Семеновна! Да. Если кто будет спрашивать, я ведь здесь была, здесь. Нинга, тебя это тоже касается. Нина, смотри, у меня у самой сегодня полон день сюрпризов. Где вы были на самом деле? Кто у меня про что будет спрашивать? Я ничего не понимаю. Из окна нашей квартиры выпал этот... Кто? Человек. Кто? А где дети? Тихо. Все в порядке. У них праздник в библиотеке. Как быстро меня нашли. Как быстро меня нашли. Леонид. Леонид, это вы? Да. Нина, ты где? Я сегодня весь день на работе. Да. А когда вернешься? Я вернусь очень поздно. Леонид, все в порядке? Так точно. Даже штаны нашлись. Мама. Мама. Это что было? Еще трудишься? Видимо, зря. Может быть, и этот контракт у нас увенут. Зря. Инга, давай заботим эту историю с уборкой нашей квартиры. С уборкой, с уборщицей. Я понимаю, ты ревнуешь. И да, я подал повод. Прости. Откуда такая щедрость? Пришел новый транш? Неизвестно откуда. Вину оставь. Документы дай. Пожалуйста. Ты кому стилишь? Себе. Жена обезел, не? Мама, мы взрослые люди. Мы сами разберемся. Мама. Можно мне поговорить с Сережей? Можно. Мама. Что? Ну, просто хотела послушать. Всем мать мешает. Ты решил спать отдельно? Штабс-капитан Рыбников выдал себя, когда во сне заговорил по-японски. А вдруг повторю подвиг? Я тоже считала Куприна, но параллельно не нахожу. Сереж, ну пойдем в нашу комнату. Захотелось острых ощущений, как в кино, в постели с врагом. Сереж, ну как ты не понимаешь, Женя не просто так с тобой заигрывает. У нее явно свой интерес. Ну не может быть, чтобы она в тебе что-то нашла. А, то есть вам мне найти нечего? Извини, я не то хотела сказать. Нет, ты сказала то, что ты сказала. Ну в таком случае пригласи ее на уборку еще раз. А то неудобно получается. Она же тебя в кафе звала. О, Сереженька, а. Уже где-то барышню себе нагулял. Ух, что весит отца. Выйди, пожалуйста. Мне нужно переодеться. Сынок, фурточку открой. Мама. Проветри, душно. Доброе утро. Не замерз один спать ночью? Не замерз. А чайку сделать? Сам сделаю, если хочу. У вас все нормально? Нормально. Вижу. Сереж! Ау! У тебя не принятая Илья работа? Мам, не сейчас. Перезвонит ей что-то важное. Ты посмотри, а? Прям я не стал говорить. Сейчас мы проверим, кто ты такой, Илья работа. Да, Серег, я все узнал. Спасибо, что перезвонил. Мама, давай телефон. Хотела на телефон, на тубочку положить, чтобы ты не забыл. Мама, ты что, им перезвонила? А что такого? Я хотела убедиться, что это действительно... Вон. Убедилась? Почему это кто-то другой-то должен быть? Не ори на мать! И не считай, мать дурой! Спишь один? На звонки не отвечаешь, когда я рядом? Какие все подозрительные стали! Так, а где... Где ключи? Блин, где-то ключи потерял. Денис! Денис, ты мои ключи не брал? Денис! Посмотри! Вот задергался-то, заерзал-то, а? Она шла на правильный пути. А сейчас... Так, все, ключи нашел. Телефон на месте. Можно идти шпионить. Стой! Стой! Сейчас, стой! Что это? Стой, стой! Раз, 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 раз. Мам, ну... Мам, вот как ты это уже выбросишь? Это, ну, собаку! Это рысь! Я уже устала ждать, пока ты придешь. Поэтому пришла к тебе сама. Ну, и как ты мне это объяснишь? Моя уехала, скучаю, жду. Это вопрос не ко мне. А к кому? Ну, тут много вариантов. Например? Инга. Мухин. У меня телефон украли. А-а-а. Мухин, ты здесь? Да. А? Инга Литвина, будьте добры, нам с Мухином надо один на один пообщаться. А вы знаете, Олег Константинович, это очень хорошо, что вы пришли. Мухину очень скучно одному. Знаешь, Мухин, у меня тут к тебе такое дело. Я вот смотрю, в последнее время Инга Литвина к тебе неравнодушна. Только заводить с ним отношения я тебе не советую, никакой формат. Понимаешь, женщина не должна быть по статусу выше, чем мужчина. У меня первая жена, она была замминистром. Уж поверь мне, я знаю. Олег Константинович, вы хотели о чем-то один на один. Ага. Вот ты мне скажи. Я смотрю, а тут мне СНС-ка. И смотри, что написано. Моя уехала, жду, скучаю. Олег Константинович, ну, это не я. У меня телефон украли, а это, видимо, новый хозяин развлекается. Да, это я разослала. Сначала я хотела позвонить на все подозрительные номера. Мама, а почему подозрительные? Ну, ты посмотри. Ну, ты читал там, что у тебя? Пуся, Дуся, Жося. Ну, что это? Ну, прям как перекличка в женской бане. Ну, я тыкал, ну, в общем, затюклась я тыкать. Решила рассылкой. Вот, ну, я, наверное, не на ту кнопку нажала. Зато, Инга, я тебя поздравляю. Мой сын хранит тебе верность. Есть меня. И по этому, по этому поводу пошел. Прошел. Ну, давайте, давайте. Вот, это да. Это в честь праздника. А сегодня еще и праздник? Любовь вернулась в дом. Иди, иди, иди. Сегодня я буду спать в кабинете. Ты понял? Понял. Вот и понял. О, свечи зашли. Молодец, Нина, все идет по плану. Что-то холодно. Так, правильно, что детям одеяло взяла. О, инвентарь. Сейчас согреемся. Нечего. Сейчас будет жарко. А тебе не кажется, что твоя мама чересчур вмешивается в нашу личную жизнь? Нет, конечно, она всегда вмешивалась, но вот это явный перепор. А я уже привык. Она у меня в пятом классе коньки отобрала, чтобы я с тобой не встречался. Ей не нравилось, что тебя шваброй называли. Да. Я правда была очень высокой и ужасно комплексовала. Но вот про коньки ты мне никогда не говорил. Это потому, что мы с тобой нормально давно не разговаривали. Инга, тебе нравится, что между нами происходит? А ты считаешь, сейчас самое время об этом поговорить? Да. Просто если мы не найдем это времени, то его вообще не будет. Кто это? Бабушка. Не знаю. Серега! Привет! Вот выпить, закусить, не с пустыми живыками к тебе ехать. Ген, ты что, пьяный, что ли? Погоди, что... Это сколько он с тобой со школы-то видел? 17 лет, Ген. А я как получил твое сообщение, подумал, ел и павы. За километры друг от друга живем. И не встречаемся. Ген, я с женой, Ген. А что, мы будем без баб сидеть? Ген, Ген! Моя не уехала, не уехала. А ты же со школы, с этой... Со шваброй, со Стрельцовой. Так, Гена, все, держи. Тебе нужно домой. Нет, почему же? Мне очень интересно послушать про бывшую. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, Гена, не стесняйтесь. Присаживайтесь. Гена! Бат, ты прикольная. Прямо зайчик-энергайзер. Хочешь морковку? Хуже еще. Ну чем не Египет, а? Прям пирамиды Хеопса. Сейчас мы еще бабу Рюму слепим. И будет она у нас вместо спинца людей пугать. А когда меня будем лепить? Снега уже почти не осталось. Ты у нас еще пока маленькая. На тебя снега хватит. Че, снега мало? Лови! Бат, ты за кого? Я? Бат, ты за меня, да? Бат, ты чего? Кота, Кота! Стойте! Бат, Кота! Там весело же! Весело же! Да, очень романтический вечер у нас получается. Не думала, что вы поддерживаете отношения. Да он мне денег на выпускном занял. Ну, раз в два года звонит, обещает долг вернуть. Серый, мы же с тобой всего в ста километров живем друг от друга. Вот и встретились. Спасибо бабушке Нине. Каких еще сюрпризов от нее ожидать? А ты знаешь, а я ее понимаю. Она как заряженный конденсатор. Она энергию копит, а разрядить ее не на кого. Когда твоя мама приедет. Это проще всего, Сережа. Найти оправдание, я ее понимаю. Еще конденсатор сюда приплести. А вот я ее не понимаю. Он тебя так и не узнал. Ну, значит, сильно изменилось. Да. Лучшую сторону. Думаешь, это комплимент? Подожди. Чего? Где дети? Ба, пойдем домой. Я доделал же твой Египет. Рано еще. Сейчас снегу побольше навалит. Еще что-нибудь слепим. Пап, у нас все морковки кончились. А мы слепим нашего соседа, дядю Леву. Во. Ему вместо носа помидор подает. А почему мы отключили маму бибельные телефоны? Ну, чтобы папа с мамой подумали, что мы пошли в кино. Баба, почему мы тогда не в кино? Телефоны так и не отвечают. Пройду по подъезду, соберу людей, прочешем район. Официальную операцию я пока назначить не могу. Ну, подождите. Давайте немножко подождем. Ну, как-то неудобно. По закону ждать нужно трое суток. Но, зная вашу бабушку, я бы так долго не тянул. Давайте. Что там? Ты... Ну, что? Да деньги пришли опять. Я не знаю, от кого это, Инга. Дурдом. Алло. Алло, мам. Скажи, ты не знаешь, какие у Нины Семеновны были планы на вечер? Меня совершенно не интересуют ее планы. А вот меня ее планы очень волнуют. Она исчезла, мы с детьми. Ты знаешь, я не удивилась. Я знаю, что за фрукт, с которым вы оставили детей. Кстати, Сережа получил деньги? Я отправляю все свои гонорары за концерт и Сергею на карточку. Секундочку. Поговори со спонсором. Алло. Сереженька? Как, денежка упала на карточку? Так это вы... Вы почему не предупредили? А ты знаешь, есть такое слово сюрприз? Не надо благодарить. Мамочка, мы с детьми мерзли. А сейчас особо и некогда. Дети нашлись. Было. Из-за чего мерзнуть-то? И никто же главное спасибо не скажет. Но ничего. Я не прошу. Все ради детей. Скажи мне, Сережа, а зачем надо было милицию вызывать, а? А ты считаешь свое поведение адекватным? Ты уж прямо скажи. Ведешь себя как дура, мать. А я для кого старалась-то, а? Перестаралась. То у нас люди из окна выпадают, то дети пропадают. А за телефонную рассылку я вообще не знаю, как благодарить маму. Да не надо меня благодарить. Не надо. Это я тебе хочу сказать спасибо. За все. За кровь. За сыновь и любовь. У Алисы температура. Пока небольшая, но представляю, что будет утром. А ко мне-то какие претензии, а? Ко мне-то что? А то, что вы спать вместе перестали, это тоже я виноват, да? Да, мам, мало ли почему мы не спим. Может, я заболел. И боюсь на аимбу чихнуть. А, ну теперь понятно, от кого заразилась Алиса. Спасибо вам, дети, за хлеб, за соль. Ой, господи. Нина Семеновна, простите, конечно, я понимаю, что у вас появилось много свободного времени, сил в отсутствии Любови Дмитриевны, но должны же быть какие-то рамки приличия. Нина Семеновна, я тут решила белье погладить? Как вы мне это объясните? Это штаны. Это штаны высшего командного состава. Нина Семеновна, откровенный вопрос. Как женщина на женщине. А есть в доме еще предметы нижнего белья высшего командного состава? Я больше не нашла. Это память. Пуговка. Пуговка. Спасибо. 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 Продолжение следует...